Привет! Это 14-й урок из продвинутого курса по созданию шутера третьего лица. В этом уроке мы сделаем звуки шагов для нашего героя. Итак, что нам для этого потребуется? Нам нужны поверхности, по которым будет ходить наш персонаж. Это у нас будет граунд, у нас нет этого материала, давайте создадим. Граунд, обвод и стон, камень и дерево для примера. И нам еще потребуются звуки. Это ходьба по земле, по металлу и по дереву. И нам необходимо создать менеджер всех этих звуков, библиотеку. Теперь давайте настроим это все. Это все где-то должно играть. Оно у нас будет играть на самом главном персонаже. Нам нужно создать здесь отдельный скрипт. И его повесим на главного героя, на главный объект. Здесь нам потребуется Sound Manager, Audio Source, левая нога и правая нога. Смотрите. Спасибо. Итак, это мы нашли, только вот это она будет не в старте находить, а в отдельной методе. Вот это мы нашли, только вот это мы нашли, и вот это мы нашли, и вот это мы нашли. Для вот этого всего нам потребуется создать еще одну маску, вот здесь. Она будет отвечать только за шаги, там будет только граунд и все, больше ничего не будет. Мы после номера касты проверяем, есть ли у нас какой-то материал на коллайдере, с которым произошло столкновение. Если у нас есть материал, мы получаем его имя. После этого нужно проверять во что именно мы попали. Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем мы с помощью свеча на имя, если у нас имя, а не это металл. Тогда мы воспроизводим звук металла, если дерево, дерево и земля, земли. Все, теперь нам нужно добавить аудиосорс на клавке роя. Аудиосорс нам не нужен публичный, а layer-менеджер и sound-менеджер нам нужны. В layer-менеджере нам нужен только default. Ground есть у нас, ground нет, просто default тогда. Добавляем аудиосорс и теперь нам необходимо отредактировать наши анимации. Идем в базовое предвижение, сюда волк и run. Так, у нас там вроде бы как есть анимации и другие, мы можем вот эти редактировать проще, когда тут целый файл есть. Поэтому мы можем просто их заменить. Вот эти вот анимации, которые у нас были до этого, с ними работать куда тяжелее, через animation. А здесь у тебя есть просто файл и здесь проще все. Итак, что нам нужно? Нам нужно создать ивенты с названием step, но в тех местах, где у нас шаги происходят. Оп, шаг у нас произошел. Вот здесь вот где-то. И вот здесь мы создаем addEvent, step и название левой ноги. Left. Итак, left, да, left. Теперь идем дальше. Оп, шаг правый. Right. Теперь у нас повторяется. Вот здесь левая, там правая. С ходьбой все. Теперь run. там у нас еще очень много анимаций. Вот здесь вот. Здесь тоже для них желательно бы поделать все это. левая. Но это уже за кадром, по такой же самой схеме. Теперь давайте просмотрим, что у нас получилось. Во-первых, у нас здесь send. Нам нужно здесь ground поставить. Смотрим, что у нас происходит. Почему так? Потому что вот здесь вот у нас vertical начинает страдать огромной фигней. Нам нужно зайти в контроллер, где у нас используется vertical. Move amount, потом дальше пошли все эти. Все это мы убираем. Теперь смотрим, что у нас получается. Все у нас в порядке, по нулям. Так же само у нас здесь send остался. В игре менял ground. И по поводу камня. Что у нас здесь там? Поменяем его на металл. Отлично. Теперь из-за того, что мы там убрали, у нас такие вот подергивания начались. Move amount. Смотрим, чему он равняется. Он равняется vertical плюс horizontal. Так. Мы это заменим тем, что мы будем плавно прибавлять в том, что мы будем плавно. Давайте здесь поставим каких-нибудь 0,4 например. Ну вот уже намного лучше. И на этом вот так вот делаются шаги. Если урок был полезен, интересен, подписывайся на канал, чтобы не пропустить остальные уроки из протянутого курса по созданию шутера третьего лица. Ставь лайк. Удачи и пока.